Ребят, всем привет! Привет! Мы не сидим дома, конечно же, мы обсматриваем ближайшие посадки сегодня. И да, есть грибы и в посадках, все так же у нас продолжается фламулина бархатистоножковая. И первые экземпляры мы уже нашли. Смотрите, вот такие вот грибочки, они темные, они пережили мороз. Вот они, смотрите. Дубы. Я хочу вам сказать, что эта посадка дубовая. И вот они, вот они, наши фламулины. Посмотрите, с этой стороны грибочки и с этой, то есть, смотрите, вполне себе хорошие грибы. Сейчас мы попробуем один достать, смотрите, посмотреть на их качество. Качество хорошее у этого гриба. Мы также наблюдаем бархатистую темную ножку, светлые частые пластинки. Гриб довольно свежий, можно, в принципе, набрать. И это только на входе в эту посадку. А что же нас ждет дальше? Пойдемте и посмотрим сегодня. Вполне хорошие, пригодные в пищу. Даже несмотря на то, что они такие темненькие на вид. Вполне можно грибочки эти взять. Так что, сегодня, думаю, мы тоже наберем. Вот вторые экземплярчики нам попались. Тоже неплохая семейка. А здесь мы видим одиночно растущие экземплярчики. Ну, это та же фламмулинка. Те же зимние грибочки. Смотрите, и они достаточно свежие. Вот один экземпляр, и рядышком другой. Ты еще, Вика, что-то нашла? Смотрите, эти мы вот два забираем. Я уже заприметила другие. Сейчас мы сквозь эти заросли попробуем к ним пройти. Вот они, какие красивенькие. Я уже вижу их отсюда. Я в предвкушении их срезать. Вот это классные экземпляры. Смотрите. Вот они, какие классные. И в лес далеко ехать не надо. То есть, смотрите, ищем просто дубовую посадочку. Дубовая, она смешанная тут у нас с фруктовыми деревьями. Это недалеко, в принципе, от сельского поселения. Ищем нужный биотоп и ищем фламмулину. Вот, пожалуйста, такие вот хорошие экземпляры. Еще вернулись назад пару метров. И еще обнаружили вот такие вот экземпляры. Ну, крупные, старенькие, подмершие. Ой, прям мороженые. Потому что у нас как бы по ночам сейчас заморозок идет. Но они светлые, они классные, я хочу вам сказать. Ребята, смотрите, какие пластины. Покажи пластиночки. Ножка, ух, чернючая. Но они классные, да, свежие. Слушай, наберем сегодня, замаринуем, заквасим. Я думаю, что квашеные, они вообще вот крупные будут, шикарные. Ну, это тоже классные. Можно взять, можно. Я думаю, хорошие пластинки, светленькие прям, козырные грибочки. Мне нравится. И маленькие такие. Да, берем, берем. А вот здесь вот нам попались, посмотрите, какие огромные, красивые экземпляры. Маленькая икорка по стволу идет. Вот тут вот семейка трештует. И здесь тоже трешточки такие прям аппетитные и крупные. Подмершие немножко. Но экземпляры правда козырные. Вот тебе и на, вот тебе и посадочка. Не тронутая грибниками. Никто не знает о ней. Никто не знает, где растут такие грибочки. А мы знаем. Вот еще попались на пенечке. Ух, такие жирные ноги, слушайте. Они прям так не срезаются, потому что мягкие ножки у них. Ой, один прям подпортился уже. Вот еще парочка грибочков. Они прям так достаются, их можно не срезать. Да, попали они под морозец и немножко подпортились. Но это не страшно. А вот здесь, ребята, смотрите, какая прелесть. А здесь уже пошел весенний вот такой грибочек. Саркасцифа австрийская. Вот она какая красивенькая. Маленькая еще совершенно. Скоро тоже нас порадуют большие экземпляры этого вкусного грибочка. Деликатесного я бы его назвала, потому что мы берем его для салата. А здесь смотрите, какие шикарные экземпляры. Просто фотогеничные до безумия грибочки. Попробуем их достать. Очень красиво так выросли на мху. Обалдеть. Темная шляпка такая. Но это зависит от района произрастания, видите, все-таки. Ну и плюс к тому же грибочки не найдены никем. Поэтому успели подрасти хорошенько. Но пластинки у них чистые. Это можно видеть, наблюдать. Что грибы эти вполне достойны пойти с нами. Вот, их не видно, да. Они прям прячутся, смотрите. А здесь прям в коре они, внутрях. Там малышинки можно и не брать, конечно. Вон они в коре прям интересные. Да, а вот эти экземплярчики прячутся от нас, потому что солнце такое яркое сегодня. Вот. Смотри, какая семейка. Прям чистые, классные. Вот они. Неплохие. Один прям подпортился. Это все надо, конечно, будет обрезать, обрабатывать, смотреть. А так грибочки вполне себе. Много икры остается вон там в стволе, видно, да. Не будем, конечно, такие забирать маленькие. А эти заберем вполне даже. Ничего. А вот здесь, смотрите, какие экземплярчики. Один малыш оставим подрастать. А здесь вот такая вот семечка, которую уже можно взять. Обалденные красавцы. Как вот можно мимо таких пройти. Очень красивые. Здесь мы видим еще парочку грибочков. Вот смотрите, очень даже неплохие тоже. Тоже забираем их с собой. И это тоже все те же фламулины. Слушайте, ребята, какая хорошая посадочка. Что-то там Вика меня зазывает. Говорит, ой-ой-ой, как много. Я сейчас тоже приду, посмотрю, что ж там у нее такое творится. Сколько ж там грибов. Так, перебирать будем после, обрезать. Кладем пока. Вика. Ну что ты там, куда меня зовешь? Смотрите, какие у нас заросли здесь. Ой-ой-ой. И еще однажды перчатся. Вот по таким вот приходится зарослям топать, пробираться, чтобы найти наши сокровенные грибы. Ух ты. Вот она. Держи твое ведерко. Ох, нам обрабатывать сколько придется. О-о-о. Вот. Но это только грибанутым может прийти в голову, отправиться вот сюда, куда даже собаки, наверное, не ходят, потому что здесь не пролезешь за грибами. Поэтому здесь они и растут. Вот они, красавцы. Давай. Ну, показывай, хвастайся. О-о-о. А тут какая семейка темненькая такая, морозец попавшая. А мы ее сейчас тоже захватим, посмотрим, какая она. Вот смотрите, она такая темная, как будто эти грибы пропавшие. Но, вот они прям достаются хорошо. Но они шикарные, смотрите. Шляпки можно забрать. Ножки мы обрежем. И коль обрежет, потом хвостик. Много прям с корнем взяла. О-о-о, и вот еще. И вот еще семечка. Такие же классные. Скотчки, мокрые. Красивые. Тоже заберем. Вау. Тут прям такие сухие уже. Чистейший аромат. Безумный. Это, не знаю, мне кажется, самые ароматные грибы за сегодня, которые мы нашли. Смотрите, какая шикарнейшая просто семейка. Вау. Вот это красота, смотрите. Вот какая мелюзга лезет. А вот тут прям настоящие кабаны. Смотрите, какая нога толстенная. Прям. О, покажу вам вместе с ногой. Смотрите. Кабанчик, фламмульчонок. И еще вот так. Две штучки. Здорово. А здесь уже такая прям хорошая взрослая семейка достаточно, смотрите. Прям в палках. Мы сейчас попробуем их не срезать, а вырвать. Посмотреть на их состояние. Вот прям жалко, что они вот так вот прям мягко с корнем выходят. Но хорошие все грибы хорошие. Смотрите. Все достаточно чистые и пригодные. Ай, отдайся. Ломаются. И вот еще посмотрим на них. Вот этот оставим. Вот эти. Эти тоже оставим. Вот этот заберем. Ну, неплохо тоже. То есть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Мы сегодня не с корзиной. Мы сегодня, так вот мы рядом с домом. Мы сегодня с ведерком. Потом это все будем перерабатывать, обрезать, брать только шляпки. Пока сейчас в этих дебрях это делать невозможно. Плохой уже гриб. Так, ладно, идем дальше. Вот еще я встретила. Рядышком здесь две фламулинки. Яркие такие на солнышке. Вика там что-то говорит. Наверное, тоже нашла, говорит, еще и еще. Плохой старый. Вот они под деревцем. Три штуки. Хороший гриб. Тоже. Ну, что, хорошие все экземпляры. Хорошие их тоже заберем. Вот они, наши зимние грибы. Зимняя опята, фламулина, бархатистоножковая. По чуть-чуть наше ведро заполняется. Как Вика ставит метки. Она кидает просто перчатку. Мол, пометила, это мое. Тоже хороший такой кустик. Тоже заберем. Ты еще тоже нашла, да? Здорово, красиво. У нас сегодня в видео только сбор, сбор, сбор косилово-косилово грибов. Ой, шикарные. Ты тоже еще что-то нашла? Вика еще что-то нашла. Ну, короче, зашли, накосили-вышли. Вот такой вот у нас сегодня поход. Смотрите, мне еще повезло. Вот грибочки. Вот. Отдайтесь только шляпке. И вот такая вот козырная просто семейка. Сейчас буду выбрасывать туда наверх, потому что я в такой яме сижу. Туда просто не подлезть. Смотрите, какая шикарная семейка. Вот это нам сегодня повезло. Накосили буквально за полчаса. Уже почти ведро. Представляете? Вот такая вот классная сегодня у нас грибалочка получилась. Да, это вот я накидала уже. Ой, сколько нам перерабатывать с тобой. О, какие. О. Да, вот такая мне тоже семейка попалась. Шикарная. Я просто в восторге, Вика. Я просто в восторге. Обалдеть. Все, позже, позже обрежем. Не пугайтесь такому грязному ведерочку. Все будет обрезаться до шляпочки. Вот таких вот монстров вы видели когда-нибудь? Смотрите, вот если я сейчас его сорву и покажу вам. Это же просто гигантище. Вот этот фламмулин, так фламмулина, а. Парочку съел, уже наелся. Видали? Огроменные. Толстенные. Вот что значит, человек сюда не ходил и грибов наших не собирал. Вот так вот, ребята. А как вам такая семейка? Ух ты. Вот. Вот. Плохие уже эти прям корочкой льда покрылись немножко. Ну, тоже неплохие. Прям из мха растут. Мы уже почти заполнили свое ведерко. Так что будем уже возвращаться с добытым уловом домой, перебирать все это. Ну вот, ребят, кто бы мог подумать, посадка около дома, выбранная путем правильного определения биотопа и роста фламмулины, дала очень даже положительный результат. У нас по ночам заморозки, днем небольшая оттепель, но на солнышке достаточно комфортно находиться, поэтому и комфортно нашим грибам. Смотрите сами. То есть ведерко мы сегодня такое свое взяли. Получился почти такой вот небольшой ящик. Сейчас мы двигаем домой, перерабатывать это все, обрезать и консервировать, наверное. А может даже квасить, солить и так далее. С этими грибами можно делать все, что захочешь. Поэтому будем прощаться и увидимся с вами через неделю. Идите в лес, идите в посадки, ищите свои грибы. И удачи вам и напьется. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok